Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Ездры. Вот так описывается содержание третьей главы этой книги. В заключительной части предыдущей главы мы оставили Израиль в его городах, хотя можно представить, как плохо обстояли у них дела. Земля была нераспаханной, города лежали в руинах, везде царил беспорядок. Но данная глава описывает их первые попытки восстановить религию среди своего народа. Тем самым они заложили правильное основание и приступили к делу с правильного конца. Они соорудили жертвенник и приносили на нем жертвы, соблюдали праздники и жертвовали на строительство храма. Об этом говорится с 1 по 7 стих 3 главы. «Они заложили основание храма, испытывая радость и печаль». Об этом рассказывается с 8 по 13 стих. Это был день маленьких свершений, которые все-таки не следовало считать маловажными, ибо все, что мы делаем для Бога, имеет огромное и неприходящее значение. Итак, мы читаем с 1 стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме». Иерусалим, как я вам часто объясняю, это образ церкви. Поэтому, когда мы читаем книгу Наимии или книгу Ездры, 1 Ездры, то под образом Иерусалима и особенно храма мы понимаем церковь Божию, которая нуждается в наших трудах и усилиях. И мы прочитали, что народ собрался, как один человек в Иерусалиме. То есть они были все переполнены энтузиазма восстанавливать разрушенный храм. На просторах нашей страны остается очень много храмов, которые в полуразрушенном состоянии. И в понимании людей духовных очень важно все их восстановить. И мы видим из Священного Писания, что когда патриарх Яков хотел найти источник колодезный, для того, чтобы найти новый источник, он восстановил источники своих предшественников. И это очень важно, когда мы восстанавливаем то, что было до нас. И когда он все это восстановил, он обнаружил источник новый. И здесь мы видим единодушие этих людей. «И встал Иисус, сын Седеков, и братья его священники, и Зарвавель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, Человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, то есть, где он и находился, так как они были в страхе от иноземных народов и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. Иудеи до сих пор не могут начать совершать свои службы, потому что то самое место, где должен находиться жертвенник, сейчас это пространство мечети Алякс в Иерусалиме. И хотя евреи могли бы построить храм в любом другом месте, но в их понимании это совершенно невозможно и недопустимо. И когда храм Христа Спасителя в Москве восстанавливался ровно на том месте, где он был до разрушения, это было очень правильное решение. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов. Иноземные народы здесь символизируют собою всех врагов церкви, которые восстают против нее даже в критические моменты истории народа Божия. И стали возносить на нем всесожжение Господу. И четвертый стих. «И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня, с седьмого месяца, начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание, так как жертвенник находился немного в стороне. Собственно, от того места, где был храм, его восстановили прежде всего. Жертвы символизируют собою молитвы, потому что Господь приемлет наши молитвы как благоухание, удобное ему, приятное ему. Поэтому для того, чтобы восстановить церковную жизнь, восстановить наши святыни, храмы, открыть их для посещения верующими, нам всем, и мирянам, и священнослужителям, надо много молиться. С этого мы должны и начинать. Как говорили наши предки, без Бога не до порога. А так как жертва возносилась и утром, и вечером, это такое косвенное указание на необходимость чтения утренних и вечерних молитв. И далее. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с дозволения им Кира, царя Персидского. Мы видим, что, прежде всего, обеспечивали людей, которые трудились, вот этих каменотесов и плотников, всем необходимым. И им давали не только серебро, мы прочитали, выдавали серебро, но пищу и питье, чтобы поддерживать этих людей в их трудах. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим во второй месяц Зарвавель, сын Салафиилов, Иисус, сын Соседеков и прочие братья их, священники-левиты и все пришедшие из плена в Иерусалим положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами дома Господня. Считалось, что для надзора за работами можно было ставить 20-летних, но для священно-действия ставили только 30-летних. Здесь от 20 лет и выше, а для священно-действия от 30 лет и выше. И Господь наш Иисус Христос выходит на общественное служение, когда Ему было 30 лет, потому что Он был истинный царь, истинный пророк, истинный первосвященник, будучи Сыном Божьим, Богом, Он совмещал и эти три служения в Своем истинном человечестве. «И стали Иисус, сыновья Его и братья Его, Кадмиил и сыновья Его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хеннадата, сыновья Их и братья Их Левиты». Это 9 стих. Очень приятно слышать, когда верующие объединяются настолько, что становятся как один человек, когда среди верующих нету никаких разномыслей. И в противоположность этому очень печально видеть, когда между верующими разномыслие. Этого надо убегать, удаляться. Как апостол Павел говорит, «Не плотские ли ли вы в том случае, если между нами какие-то группировки?» «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева». Мы видим, что главным типиконом Ветхозаветной Церкви был устав царя Давида. Царь Давид никогда не видел храма, о котором он мечтал и молился. Достаточно вспомнить Пятый Псалом, восьмой стих, «А я по множеству милостей Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». Он, конечно, вошел в небесную обитель, в небесный храм и там совершил свое поклонение небесному храму. Но он все сделал, для построения храма в свое время. И не только составил устав службы, написал псалмы, он же создавал инструменты, на которых левиты потом играли, составляя целые оркестры. И начали они попеременно петь, то есть по уставу царя Давида пение было антифонное, то есть попеременное, когда одна группа сменяла другую, а иногда объединялись в общий хор. И начали они попеременно петь «Хвалите», «Хвалите» – это хвалитные псалмы, «И славьте Господа». Прославление Бога – это тоже направление в этих псалмах. «Ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю, и весь народ восклицал громогласно славя Господа за то, что положено основание дома Господня». То есть они совершали этот торжественный, радостный молебен при основании восстановления дома Господня. И я помню, когда был уничтожен бассейн, который стоял, находился на том месте, где когда-то был храм Христа Спасителя, и потом закладывался фундамент, и нашли основание старого фундамента храма Христа Спасителя, как все это надстраивали, и какая была духовная радость в сердцах многих москвичей, православных верующих. «Впрочем, многие из священников и левитов и главпоколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма, а пред глазами их плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно». Кстати, некоторые люди дожили это те, которые помнили храм Христа Спасителя. И тогда некоторых из них показывали даже на телевидении, и они говорили, мы помним этот храм, мы помним, как все это обили дощатыми какими-то досками перед взрывом, мы помним, как закрыли храм. последние, кто служили в храме, это были обновленцы. Именно по их нечестью храм оказался потом в руках безбожников, которые закрыли храм на основании, что в него никто не ходит. Действительно, нормальные православные христианы к обновленцам не ходили. Тихоновские верующие, как тогда называли настоящих православных, они в основном ходили на кладбищенские московские храмы, кладбищенские московские храмы, и там было огромное многолюдство. И я помню человека, который рассказывал о храме Христа Спасителя при восстановлении храма Христа Спасителя. И вот здесь эти люди, они плакали громко, которые помнили храм Соломона. Это были долгожители, и не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного. Рыдали старики, старухи, они помнили этот храм, этот фимиам, который воскурялся над ним. Это особое состояние духа и подъема на этом святом месте. Скорее всего, те, которые пели, очень торжественно, радостно, они так стыдливо немножко занижали тоны, когда плач пожилых людей, вопли, крики. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. плач о храме и радостное восклицание по поводу его восстановления, все это перемешалось, но горести было больше. Итак, сегодня мы с вами прочитали третью главу первой книги Ездры, в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем с вами читать уже четвертую главу этой книги. Берегите себя, спаси вас всех, Господь. Спасибо.